Приветствую вас друзья, с вами Лисперс, а это у нас StoneShard, хардкорная олдскульная RPG-шечка с пиксельной графикой, поэтому если вы привыкли к чему-то более навороченному и крутому, это не для вас, можете закрывать видео в принципе и идти. А, ну да, лайк не забудь поставить, конечно же. Ладно, давай смотреть, давай посмотрим, что здесь добавили. Добавили здесь в последнем обновлении, собственно говоря, копье и арбалет. Вот чего добавили. Так, давай, приключение, конечно же, пролог я не думаю, чтоб тебя сильно интересовал. Это обучение тупо. Кхм-кхм, Озбрук неделю спустя. Вэрон, и вот я здесь, каравана нет, нога искалечена, половина моих ребят мертва, а половина дзертиры и предатели. Слава Сонну, хоть осколок все же у меня. Если бы я знал, что придется иметь дело с целым культом, хрен пойми кого, я бы трижды подумал, прежде чем ввязываться в эту историю. Здраватый уже для таких приключений. Ох, сейчас бы расспросить Гвинула, что все это, черт побери, за дела такие. Тридцать лет этим занимаюсь, а в настолько паршивый переплет еще не попадал. Нужно возвращаться в Брин, дорога обратная. Я сам не осилил бы. Вот и послал за тобой. Помнишь, как я тебя выручил тогда? Теперь время отдавать. Должок. Эх, черт, много же воды с тех пор утекло. Расскажи-ка про себя. Так, ну и вот, собственно говоря, здесь нам дают выбрать. Пока что, к сожалению, своего персонажа в бетке нельзя создать. Но зато нам дают как бы выбрать уже из заготовленных вариантов. Да, здесь есть и Мстители, Мародер. Мародер кто? Дварф, Мужчина. Ладно, хоть пометили, что мужчина. Потому что ты же Дварф. Там уж хрен разберешь. Там уже у баб тоже борода есть. Так, Арна, Дева, Рыцарь. Ну, собственно говоря, нас сейчас не особо интересует. Но если ты как бы хочешь начать играть в эту игру без большой попа-боли, я рекомендую лично от себя вот этих вот двух пока что персонажей. Это Йонна. Чародейка, естественно, это магия. Пиромантия, геомантия, всякое такое прочее. И Лесничий, который, собственно, неплохо у нас в стрельбу-то умеет. Дальники здесь реально роляют. Потому что не дают врагу подойти к тебе. Просто если враг подошел к тебе, считай, что тебе практически жопа. Реально игра очень хардкорная. Возьмем Вельмира. Мстителя. Что у него за уникальная черта? При получении атаки дает 2,5 шанса к точности на 5 ходов. Атакующему 3% к получаемому урону. Неплохо. Собственно говоря, вот у него здесь есть копья. Предустановочка, так скажем, склонности. И немножко биографию зачитаем, конечно же. Самые страшные обиды в Скаде принято смывать кровью. Когда до Вельмира дошли новости о том, что некий Дражан подло убил его брата, ну или Дражан, я не знаю, как там ударение, если честно. А он без колебаний бросил жизнь купца-морехода, чтобы собственноручно восстановить справедливость. Несколько лет Вельмир выслеживал убийцу, трусливо скрывавшегося, сначала в Скаде, а затем и за ее пределами. Пока дорога не привела обоих в Альдор, окружив себя телохранителями, Дражан пытался залечь на дно в одном из городов. Однако Вельмир выследил его и тут. Силохранители лишь слегка отсрочили неизбежное. Расправа была быстрой и жестокой. Однако после смерти своего кровного врага Вельмир понял, что его жизнь лишилась цели и смысла. После всего пережитва вернуться к делу он уже не мог, да и не хотел. После долгих раздумий он решил оставаться в Альдоре, став охотником за головами, чтобы и дальше идти по следу верша месть снова и снова. Вот такой вот мужик-мститель. Давайте, наверное, за него и поиграем. Почему бы и нет? Вот как. Злание от нам... Ну да ладно, хватит языком молоть, пора приниматься за работу. Расклад такой. С моей ногой до Брина я пешком не доберусь, разве что если ты меня на своем горбу потащишь. Нужна повозка, нужны лошади. Тут же нам... И тут нам повезло. Пока тебя не было, я с местным старостой обговорил это дело. Вот на чем сошлись. С нас выполнить три контракта с деревней телега и пара лошадей. Начнем с контрактов. Не переживай, мелочевка. Не мне тебя учить, как с нежитью и разбойниками себя вести. Старосты тебе подробнее расскажут. Так что давай к нему, чтобы зря время не терять. А, да, чуть не забыл. Ну вот карта о круге, тебе-то она понужнее будет. Ну, зашибись, карту нам подогнали. Лишним действительно не будет. Можешь еще у трактирщика подспрашивать за местные дела. Он мужик болтливый, с радостью тебе поможет. Ну, с богом. Удачи. Спасибо большое, дядь. Фу, так, давай-ка посмотрим, что у нас есть на первых парах. Веток развития здесь, ребят, просто реально дофига. Дофига в магии, вот особенно меня интересует, да, всякая электромантия, веномантия, криомантия. Здесь просто половина закрыта, здесь буквально пара веток открыта только. Основные навыки какие-то есть, которые тоже было бы неплохо прокачать. Ну, то есть своего персонажа можно дико кастомизировать. Разработчики обещали более сотни, собственно говоря, всяких умений и скиллов, и более двух сотен всяких одежек, да, и прочего скарба, который поможет кастомизировать вашего персонажа и, в общем-то, сделать что-то уникальное и интересное. Но нас интересует копья, потому что эту ветку вот-вот только добавили. А веток под арбалета нету, но, скорее всего, это ветка стрельба. Она как бы здесь и так будет. Просто арбалет сам физически добавили, да? Текст по скиллам. Пригвоздить у нас активная. Наносит урон по ногам цели и 7% шанс крита. Если цель находится на соседней клетке, удар получаешь 15 к урону и 52 шанс отбрасывания. Если цель находится на расстоянии двух клеток, то есть мы тупо его откинули, если вдруг добавляет 48 к травмирующему урону и 77 шанс процентов обездвижения. То есть тупо пригвоздить можно на месте. Хорошо. Насколько? На 4 хода. Зашибись. Так, и пронзающий выпад. Есть активные, есть пассивные. То есть, ну, понятное дело, что активные тратят на это дело энергию, да? Ну, манну, энергию. Я не знаю, как это для вас более привычно. Здесь энергия. Так, пронзающий выпад наносит атаку по двум клеткам. 38% шанс к травмирующему урону, 17% к пробитию брони и 37% к кровотечению. Если задетая цель обездвиженно удваивает бонус атаки. Вот это уже, кстати, неплохо. Давай, наверное, две активки сразу я вкачаю. Ну, потому что здесь кулдаун, я смотрю, довольно-таки долгий, в принципе. Сам по себе. Восстановление 11. А здесь восстановление 9. Ну, то есть, короче, прям капец-капец, как долго. Ну, ладно, копье все-таки как-никак. И по инвентарю давай чекнем. Вот наше любимое копьецо, да? На первое время. И арбалет. Нам его сразу, кстати, подогнали. Так, шлемак, естественно, мы меняем. И на первых порах я бы советовал, конечно, все здесь обносить. Но давай пробежимся быстренько. Хозяин таверны, я думаю, не сильно-то против. По крайней мере, он не выказывает какого-то сильного удивления. Вот я пожрать, наверное, возьму. Хорош. И вот это наша комнатка, где мы можем отдыхать, восполнять свое здоровье и прочее. Так, вот это я заберу. Капюшон наемника-то мне не особо нужен. А вот лазурная накидочка, вот это вот уже поинтереснее будет. Я бы вместо своего бомжатского плащика бы потаскал все это дело. Вот. Короче, на первых порах я бы все здесь обнесся. Естественно, денежки здесь ой как нужны, чтобы покупать никакой-никакой эквип. И всякое прочее разное. Хотя бы пожрать там, да? Так, братюнь, давай-ка я тебе что-нибудь продам пока что ненужное. Что у нас? Ну, вот это вот все, в принципе, скинем. Кружки. Все забирает. Нафиг оно мне нужно? А, кстати. Что-то я тупанул. Надо было сразу колечко, наверное, забрать. Если потрещать с нашим наимодателем, да? Который нас в прологе, в принципе, спас. Ты будешь проходить обучение, посмотришь. А, помнишь, что упоминал о кольце? Было и дело. Хорошо, что напомнил. Так, где-то тут оно у меня... Ага, вот, держи. Смотри, не потеряет, как попадем. Брин, пригодится. Это ты уже потом узнаешь. Сейчас рано. На сен здоровье. Ну, или сложи куда-нибудь в надежное место. Главное, не теряй. А второго такого нигде не достать. Хорошо. Шанс неудачи минус 2% кольцо Верена. Ну, не сильно-то оно дает, так скажем, плюшек. Но на безрыбье и это кольцо будет зашибись, да? Потому что, вообще, пока что никакого квипа нету. Я уж не говорю про нормальный квип. Стратежка. РПГшечка. Это реально сложная. Она пошаговая, да? Один шажок ты сделал. Один, в принципе, сделал твой враг. Так. Вот это все мы тоже подлутаем. На обратном пути сдадим кузнецу местному. Почему нет? Так, арбалеты. Болты, болты, болты. Нужны ли мне? Ну, я про запас бы взял, но я вряд ли их буду в таких количествах использовать. Я вот так думаю. Блин, это тот менеджмент. Это прям заколебаешься, если честно, его постоянно юзать. Так, копишка и... Ну, давай, дубинку, что ли. Ребятки не против, ребятки спят. Ребяткам хорошо им еще ночью, да, в карауле вести. Собственно говоря, караул. Одер. Ага. То есть ты и есть тот самый приятель, которому рассказывал о Верон. А Верон Растень рассказывал, что здесь нужно сделать в Озбруке. Давно не было хороших наемников. Обед накопилось предостаточно. А бандиты, культисты, нежить. В округе полно мест, где вся эта шваль ошивается. Стражей у нас немного, людей я стараюсь беречь. Вот и приходится вашу братью о помощи просить. Давай к делу тогда, братюнь. У меня есть несколько контрактов. Выполнишь три, и мы в расчете. Будут вам и телега, будут вам и лошади. Так, ну и что мы возьмем? Не знаю, давай, наверное, купца освободим, постараемся, по крайней мере. Плохие новости. Недавно наш купец Берт отправился в город за товаром и угодил в разбойничью засаду по пути. К счастью, он остался живым, но угодил в плен. За его жизнь требует такой выкуп, что нам его ни в жизни не собрать. А мне нужен кто-то, кто сможет пробраться в бастион Нирвуст. И раз она всегда дать понять, что никаких переговоров с висельниками мы не ведем. Освободи купца, убей их выжака, а за наградой дело не встанет. Ну, в смысле, как бы и, в принципе, неплохо. Ладно. Задание мы берем. Нам в любом случае три контракта выполнять. От этого никуда не денешься. Иначе хрен тебе, а не лошади. Хрен тебе, а не повозка. Вот этого, видимо, купца тисканули. Ну, сама раздолбай, если умудрился попасть в какую-то засаду, да? С другой стороны, знал бы, где упадешь, солому бы подстелил. Вот это я продам, вот это я продам. Болты. Блин, болты довольно дорого стоят. Ну, ладно, я продам. У меня как бы хватает. Еды у нас пока что маловато. Я бы еще, может быть, чего-нибудь купил. Хотя, ладно. Знаешь, еды пока хватит. Давай лучше попьем. Да, здесь кушать, пить надо, само собой. Без этого вообще никуда никак не денется. И нам наша дорога, вот мы в Озбурге. В принципе, по дороге и налево. Опасность средняя, слава богу, потому что здесь есть высокая опасность. И это на первом этапе, так скажем, вашем, да? Считай, что смертный приговор. Ну, реально. Не прокачано туда идти, ты просто себе подписываешь смертный приговор. Так, это у нас лекарь, травник. Я возьму, наверное, шину. Вдруг нас покоцают. Обязательно возьму бутылочку. Хилищую бутылочку. Оно в исполнение энергии, конечно, уменьшает. Зато в исполнение здоровья целая куча дает. И что-то от боли надо бы. Так, кровотечение есть чем остановить. Ну, давай я, наверное, возьму сопротивление боли. Я вот это вот возьму, наверное. И сопротивление интоксикации. Вот это еще прикупим. Ну, вроде бы, как бы и неплохо. На первых парах затарились. Баблишка все равно пока что нет. Погнали. Здесь, я не знаю, есть чего бояться. Чего? Оптимизм. Нифига себе состояние. Стойкость 15%. Сопротивление псионики. Изменения барали. И даже получаем. Ляха-муха, ты что, с ума сошла? Ха-ха. Так орать. Вот это капец. Я аж что-то это... Чуть ли не пересрался практически. Так, засада. Отлично. Стоит ли нам связываться с этой засадой? Не знаю даже. Ну, вот, братюнька тут какой-то есть. Тоже на нас идет. Надо было его из арбалета, наверное, как-то. Покарать. Ага, вон еще сверху один. Ладно, давай сюда. Ждем. Подходи ближе. Хобана! Приковали. Зашибись. На-ка. Сколько у тебя там осталось? Смотри, 57%. Но я ему руку и ногу травмировал уже. Что бы сделать? Я, наверное, отойду. Пускай он сам попробует подходить. Эх, получил лишнего. Ладно. Тут как бы... Ну, да сдохни ты уже, господи. У меня уже половина. Просто хп он снял. Пробуем оттолкнуть. Не получилось. Ну, и уже жопа. Вдохни. Зашибись. Так. Не все так просто. Крестьянские вилы. Молотила. Я это бы взял. Слушай, смотри. Не успел отойти от... Города, да? Уже наполучал. Что у нас по статусу? Давай смотреть. Так. Что у нас здесь? Ну, никаких критичных повреждений нет. Но у нас боль присутствует. А до боли я, конечно, не сильно много-то что-то и взял. Кстати, я бы лопух. Может быть, хванул бы. Подорожник куда-нибудь. Ну, куда? На торс, наверное, намажем. Только подлечится немножечко. Боль, по идее, сама по себе должна пройти. Сейчас мы немножко отдохнем. Поригеним здоровье. Поригеним энергию. Так. Шанс неудачи. Лиса тут просто, я не знаю, беснуется. Засранка. Очень опасная. Я говорю, игра прям реально хардкорная. Вы будете прилетать в таверну намного чаще, чем вы этого ожидаете. Кстати, давай арбалет. Зарядим. Смотри, что арбалет заряжать надо, да? Ни хрена себе. Ё-ка, ламана, ты что пугаешь? Олень заметил персонажа. Да и главное, чтобы больше нас вообще никто не заметил. Не знаю, имеет ли смысл... Пляха-муха. Тут волки. А здесь бандиты. Ну, охереть. Прям. Блин. Сваливаем. Нам нужно как-то обойти бандитов. И попытаться разобраться с долбанным волком. Но волки есть дикие. Разработчики постарались. Постарались. Желистое мясо. Это я возьму. Это я возьму. И что-то чувствую. Не рады мне здесь, слышишь? Капец. Я еще даже до задания не успел дойти. А меня здесь вообще отмудохали по полной программе. Идем регенимся. Давай сходим, наверное, в город. Придется еще одну мазь купить. Залечивать ираны. И что-то от боли. Благо здесь торгаш-то рядом. Чего у тебя там на продажу есть шкуру? Подешману берешь. Ну, хотя бы. Мазь практически купили. Давай купим мазь. И... Ну да, вот маг, в принципе, он от боли. Какую-никакую защиту дает. Кушаем его. Так. Подожди. Мазь, поюзать надо. Куда? Ну, вот ногу надо залечить. Торс нам прям хорошо пробили. Давай, наверное, два раза торс. Отлично. Ай, господи, как же это жестко. Я не успел никуда выйти. Меня уже нам удохли. Стараюсь. Надо стараться все-таки перемещаться по краю локации. Как бы это не звучало, да? Это не трусость. Это в данной текущей реалии это у нас... Ой. Подожди. Вот так. Вот так. И вот так. Хорошо. Продали. Еще немножечко монеток у нас есть. Ну, пошли. Блин. Я не знаю. Может быть, еще мази тогда купить? Вроде как. Мы немножко отбили, так скажем, все потраченные ресурсы. И вроде я даже себя как-то подлатал после этой стычки с мародерами этими. Так, братан, давай не убегать от меня. Пожалуйста. Спасибо. Так. Давай еще, наверное, мази возьмем. И еще я бы мака взял. Что у нас еще здесь есть? Ну, травы я бы и по дороге пособирал. Все-таки поля, луга. Есть где чем поживиться. Кстати, я уже, в принципе, прокачался, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть мы добьем уровень так хвощ. А я не помню, что он дает. Давай заберем. Посмотрим. Из урону, сопротивление и кровотечению. Но штука, в принципе, неплохая. Как добраться до задания, не умерев? Кстати, придется вам за картой следить. Да и мне тоже. Потому что на карте ни хера ты не отображаешься. Сейчас мы вот здесь вот так. И нам еще две локации вниз шпили вилить. Так, зверобой, зверобой, зверобой по-любому. Это что-то целебное. Это я прям помню, да? Снимает эффект опьянения и прихода. Ууу, какая штука хорошая. Ни хрена себе. Приходы снимает. Но опьянение действительно снимать периодически нужно. Потому что, когда ты пытаешься скинуть с себя боль, ты иногда употребляешь бухлишко. А бухлишко жестко и долго штырит. Так, одну локацию вниз. Мы спустились почти без каких-то проблем. Ну, сам понимаешь. Еще одна локация и налево. Давай, наверное, по краю пройдем. Я не хочу рисковать. Чтобы у меня была возможность свалить просто на соседнюю локацию и как-то обойти. Ну вот. Собственно говоря, опять в нас оптимизм проснулся, что у нас все будет зашибись. Кстати, арбалет зарядить. Арбалетом, второстепенным оружием я бы пользовался. Так, трилистник, трилистник, трилистник. И не знаю, что это. Изменение интоксикации в минус. Зато жрать будет хотеться сильнее. Но пригодится, наверное, один. В случае чего выкинуть всегда можно. А вот найти, когда он тебе действительно будет нужен, это будет целая история. Так, мы на соседнюю локацию переходим. И вот сразу сюда. Ну и все. Посередине должен быть по-любому. Ух ты, еда, белые грибы. Если найдем костерок, можем даже и приготовить. Пожрем. Так, лопухи. Не знаю. Поганки-то точно. То еще удовольствие жрать. Так, а вот и то, что нас интересует. Вот подземелья, да? Вот в этот разрушенный форт, в разрушенный замок. Нужно здесь быть крайне аккуратным. Как бы всю локацию сейчас не поагрить на себя. Опачки. Одного мы, братюню, сагрили. Ой, ништяк. Ты смотри. Заряжаем. Ой-ой-ой, ешеньки. Еще и кровотечение, кажется. Да, ты смотри. И ногу ему пробили, и в голову-то мы ему попали. 35% здоровья. Ты вообще до нас дойдешь? Сейчас я перезаряжусь. На-ка. Ха. Не дошел. Неопознанное копье. Делатно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я сейчас, конечно, фейланул. Это реально сейчас был фейл. Так, меняем оружие. Мы пробуем. Надо уйти из-под обстрела. Я считаю, что это необходимо сделать. Куда-то хотя бы сюда спрятаться. Не попал. А вот ты и не попал. Нужно держаться от него за преградами. Плюс мы дождемся отката своих умений. Ты? Ха-ха. Своего всадил стрелу. Вы видели? Бей под дых такой. Причем своему, это, вломил. Так, давай посмотрим, что у тебя здесь есть. Кровотечение, здоровье. Не так, чтобы много осталось, но оно... Спасибо, братан. Спасибо. Я тебе прям действительно благодарен. Под караулем его здесь. Хорош. Подходи ближе. В упор. На лучники. Вы сами понимаете, они особо-то и не могут. Хотя этот может. Этот прям может. Текс. Чего там? Обездвиженность. Легкая травма ноги. Я тебе бы еще... Пока ты обездвиженный, наверное, вот этим умением все-таки пронзающим выпадом вшатал. Ух ты, и второе дыхание у нас открылось. Ее, около мане. Стойкость 50% регенерации энергии и эффективность лечения. То есть сейчас бы самое время подлечиться. Нээ. Замечательно. Всех размотали. Сейчас все соберу. А там посмотрим. Что-то повыкидываем, что-то нет. Так, уже и складывать некуда. Это что? Стрелы? Стрелы мне нахрен. Болты листовидные нужны? Да не стрелы, болты. Спасибо. Копье. Вот копье я возьму. Полюбе возьму. Так, рассудок. Рассудок. Мораль. Давай это подкушаем. Это куда-то пока сюда. Соскладирую. И неопознанное копье. Ну, у меня нечему распознать. Поэтому. Поэтому, наверное, пока что. Кай лежит. Ждет своего часа. А вот и костер. Так. Готовить и готовить. У нас там два гриба было. Сейчас мы их как раз и подъедим. В принципе. Что у меня там по голоду и жажде? Ну, присутствует. Поэтому давай. Кушаем это дело. Нормально. Ну, можно яблочко, я не знаю, скушать. Жареное, желистое мясо. Тоже где-то подобрали. Ну, тогда уж и попить. Хотя, вроде бы и нормально. Надо отдохнуть. Отдохнуть. Здоровье пригинись. Руку и голову нам немножко раздолбили. Ну, ладно. Не критично. Здесь, к сожалению, лутонуть я. Ничего больше не вижу. Вот. Ну, а внутри я бы рекомендовал так зарядить. Кстати, бочки можно тоже разбивать. Вот. Отличный скилл есть. Поиск ловушек. Юзать в каждой комнате перед тем, как туда войти. Ну, и когда уже вошли тоже, собственно говоря, на вновь, так скажем, разведанной территории. Заперто. Взламываем. Потому что ловушки здесь штука коварная и крайне отвратная. Ох ты, нифига себе. Вот это сейчас везло. Хилочка. Нам просто подогнали хилочку, которая стоит, в принципе, ну как, довольно до хрена почти четыре сотки. Это я прямо сейчас нормально так поднялся. Так. Проходим сюда. Кто? Пошибало в поле зрения? А вон он. Такс, и что я с тобой могу сделать? Я пока, наверное... Ага. Нормально. Пока ты за меня дойдешь, я тебя уже и размотаю. Зарядим. Оружие поменять. На-ка. Найс. Шипованная дубинка. Подожди, а что я вообще тут понахапал? Ну, вилл-то понятно, что это дешмань. Куда ты побежал? Стой на месте. Так, крестьянский лук. И того дешевле. Молотило тоже прям какая-то хрень. Может, дубинка шипованная чего-то да стоит. Так. Ага. Заряжать арбалет не нужно. А ты просто здесь сидел, да? Ха! Ну, сбичувался он, короче, где-то здесь, среди бочек. Не знаю, что он хотел этим сказать. Может, просто хотел побыть в одиночестве. Так, а здесь? А здесь есть куда-то проход немножечко дальше. Ага. А вот и проход на второй уровень. Я не знаю, я не буду сейчас все оббегать, все бочки ломать. Я хочу показать вам, да, собственно говоря, просто как здесь задание проходится и сдаются не зачищать все это дело. Просто я могу здесь легко отклеиться, сами понимаете. Зайдешь в комнату и на тебя пару бичей сразу напрыгнет и вот это вот будет. Нифига, не прикольно. Так, крестьянские вилы. Крестьянские вилы. Урона 23, блин, ну они поломаны. Минус 9. Не поломаны. Так, травмирующий урон. Шанс кровотечения, точность. Слушай, они поинтереснее моих будут. Серьезно тебе говорю. Ну их бы надо починить. То есть они даже в таком виде стоят дороже, чем мое копье ополченца. А, ну у меня вот здесь вот неопознанная какой-то копишечка есть. Не знаю даже имеет ли смысл его оставлять. Давай, наверное, пока оставлю. Ну а там разберемся. Так, разрядить. Пошли. Пошли обыскивать, что тут есть. Да ё-ка-лама, она серьезно. Сколько можно? Ты в стену куда-то попал. Теперь вообще никуда не попал. Спасибо, что ударил в шкаф рядом стоящий. Замечательно. Не удалось его раздамажить. Ну хотя бы кровотечение на нем есть и травмы. Зашибись. Чем больше на враге травм, тем больше у нас шансов увернуться, да? Так, я бы что сделал? Отошел бы. Отошел бы назад, закрыл бы дверь и присел немножечко энергию отрегенить, но и здоровье было бы не лишним. Хорош. Пошли дальше. Арбалет зарядить в шкафу ни хренашечки не было. Ну что, здесь вот что-то есть, какая-то столовочка, что ли? Ловушек. Ловушек пока не видно. Главное... Ух ты, ё-моё, трактат о мечах. Читаем. Ну, здесь все скиллы, да, дополнительные, собственно говоря, прокачиваются через... Так, это задание, вот, способности, они прокачиваются через чтение книг. Вот мечи, да, мы трактат прочитали и, собственно говоря, вторую половину можем, точнее, сейчас первую половину можем прокачивать, да? Там несколько трактатов первого, второго, там бывает даже третьего уровня, то есть смотря какие грейды. Так, ничего, никого, серьезно? Поэтому книжки эти нужны, но, к сожалению, хоть они и стоят, там бывает написано там 300, 1000, 2000, смотря какой трактат. Пляха. Прям в упор. Сильно-то приятненько так мы на него, мы его травмировали. Отлично. что у него тут заминусовалось. Так, шанс контрудара понижен, точность понижена. Здесь шанс уклонения понижен. Нормально. На. Стоп, не уже. Ты, колома, нифига себе. Мощным пинком он у нас отправил в полет практически. поатакой. Красит и каратист. От кровотечения откинулся. Мы получили уровень. Божечки, как это приятно. Так, силой, ловкость. Это у нас урон, это у нас шанс уклонения и контр-удара. Давай, наверное, пока ловкости вкачну. Люблю я, знаешь ли, уклоняться от атак. Правда, это, конечно, не стопроцентная тема, да, которая нас спасет, но все-таки какой-то шанс есть. И предлагают нам какую-то одну из-за пассивочки качнуть. Либо же атаки получают процентов шанс к обездвиживанию, удары по обездвиженным целям, 10 процентов к точности, к травмирующему урону и шансу крита. Уууу. А здесь, собственно говоря, враги получают сопротивление к минус к колющему урону после занятия соседней клетки. Причем, на один ход только жаль. И 15 процентов шанс применения по цели пронзающий выпад вместо обычной атаки. Блин, а то и то клево. Ну я, наверное, пока вот это вот возьму, потому что обездвиживаем мы довольно часто. Ну а шанс крита по обездвиженным целям это прям очень приятно на самом деле. Так, ловушку где-то нашли? Вот. Вот ловушка. То есть, видишь, не зря я прочекал. Сейчас бы прикинь на нее встать бы, да? Вот это был бы фейл. Там реально можно... Опачки, трактат об атлетике читаем. А, я его знаю уже, да? Ну, видимо, да. Если никаких новых скиллов нам не добавилось. Можно сколько шанс обезвредить? 89% оно хорош. Обезвредили. Пойдем. ловушку можно обезвредить. Логично. Правда, шанс не всегда близко, даже стопроцентный. Вот куда идти? Вот вверх или влево? Я вот хрен его знает. Душе не чаю. Поэтому придется тупо наугад. Так, арбалет. Арбалет взяли в руку. И тут запертая дверь. А ну, Сезам, откройся. Кто здесь? Никого. Зайча шкурка. Копейки. Тумбочки вообще ничего нету. Опа. А вот это вот уже похоже на головаря. Больно здоровенная пачка у него. Хорош. Еще разочку спею. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Больно, наверное, да? Вот постоишь теперь на месте. 25% обездвижен. все замечательно. Может, сейчас ему... На-ка. Чуть травмируем его дополнительно до кучи, да? Ну, нет, к сожалению. Здоровья у него мало. Я просто подойду. А, все, да? Я подожду, пока ты подойдешь. Ну и... Да умри ты уже, господи. Ну да, это был главарь. Кошель, болты, еще одна непонятная булава. Давай сначала с кошелем разберемся. Баблишко сюда. Булаву я возьму. Как без этого? А вот и торгаш. А вот он родимый. Нос. Берт, низкий тебе поклон. Хоть в ноги кланяйся. Низкий тебе поклон, хоть в ноги кланяйся. Логика. Уж не знаю, как тебя отблагодарить. Каба не ты, так меня бы и сгноили. Обо мне больше не беспокойся. Я в себя приду за тобой следом как-нибудь да выкарабкаюсь. А то аж мутит от всего этого. До ноги дрожат. Эти проходимцы даже не обыскали. Обыскать меня не стали. Так что у меня кое-что тут завалялось. Вот тебе за мое спасение от всей души. Хорош. 54 монетки. Копейки, конечно, но собственно говоря, мы сюда не за этим шли. Не буду я больше, к сожалению, или может к счастью, обыскать. Здесь ничего. Есть, кстати, уровень почему-то довольно близко здесь был. Я думал, ниже подземелья будет. То есть там бывает и трехъярусные подземелья. Но нам как-то свезло. Просто сваливаем. Ничего, есть не будем дополнительно обыскать. Здесь можно себе только проблемно жить. Ну или, конечно, всяких интересных вещей поднять. Ух ты, и колманы ночь. Так. Может просто наверх поднимемся. Давай две локации вверх, наверное, попробуем и через мельницу выйти. Ты, колманы. Здесь уже вороны налетели на трупы, которые мы оставили. Главное, чтобы волки не набежали. Ё-моё, что ж так пугаешь? Я понимаю, что ты пить хочешь, но... Так, мораль минус, иммунитет. Но я бы вот в принципе мясо есть. Вроде бы сильно-то... Ладно, давай вот этот вот кусок мяса жилистого сожрем. Фиг с ним с этой моралью. У нас вот здесь вот вроде как плюс мораль идет. Смотри, плюс 0,01 процента, так что как-нибудь оно допоригенится. Мораль падает. Мораль растет. Не гундите мне здесь. Не сильно-то она и падает. Так, что у нас здесь? Иммунитет, мораль, рассудок. Ну, фигня, психические расстройства. Разбиваются всякие разные, если сильно мораль опустить. Но у нас вроде как пока оптимизм. Мы себя чувствуем бодрячком. Единственное, я бы все-таки по краю локации шел бы и не испытывал нахрен эту судьбу злодейку. Она может вам преподнести крайне неприятные подарки. Ну, видите, какого-нибудь медведя или типа того. Белина. Ну да, сейчас бы белину жрать. Так, давай аккуратненько доберемся до города. Ну, а с другой стороны, неплохо это задание прошло намного, намного более, так скажем, гладко, чем я рассчитывал. Хотя, вот эти первые мгновения, когда мы столкнулись с засадой, да, и еще и волки там, да и бандиты были, если бы чуть дальше продвинулись. Но все же мы смогли как-то из этой передряги выкрутиться. Так, кажется, нам сюда. Видимо, наверное, нет. Скорее всего, это вот эта вот дорога. Ну, ладно, одна локация вверх, не страшно. Сейчас я как-нибудь все это дело обойду. Тише. Кто там? Кролик. Кролик хрен с ним. Иди, беги, спасай свою жалкую шкурку, которая ничего не стоит. На него даже охотятся как-то стрёмно. Потому что этот кролик реально ничего не стоит. Дожди-ка. А, ну да, все верно. Здесь у нас деревня, но глубокая ночь на дворе. Всех я разве что могу найти в таверне, да, бухающими, но либо же еще где-то. Вот кузнецку отсваливает спать. Поэтому, что нам нужно? Наверное, поспать, заодно и сохранимся. Сохраняется игра только когда ты спишь. Нету тут чекпоинтов. Запомни. Это прям реально нужно в тупик дорогу. Пошел, ты слышишь, дедуля. Давай поспим. В смысле? А, ну да, господи. Поспать тебе тоже не дадут здесь просто так. Плати бабло. А как ты хотел? Ни хера себе. Бесплатно поспать? Нет, такого не бывает. Так, свободный топчан. Так написано, позволяет сохранить игру. Давай. На один день 15 крон. Все нормально. за свой скарб. Говорит, не бойся, можешь спокойно складывать в сундук. Сундуки можно использовать и они в разных городах. Даже когда ты будешь, собственно говоря, это будет один и тот же сундучок. Но я вот туда вот подхилку скинул. И может быть даже что-то из этого. Ну и поспать. Собственно говоря, давай хотя бы часиков до 9 харпанем. Проголодались, что ли? Ну да. Что-то вроде как пожрать захотелось. Ух ты, бодрость. Так. Сколько у нас там голода? На минуточку. Да, ну 30-ка есть, поэтому я мясо вот это вот, наверное, точну. Воду. Да, можно здесь попить. А потом все равно бурдюк в колодце наполним. Что, погнали? Хозяин спускается. Как раз рабочий день только начался. Утречка, так сказать. 7 утра, 7 утра даже бухарик куда-то делся, который здесь валялся. Так, торгашей нету, но мы можем, наверное, пока что заняться чем? Попьем, наполним бурдюк и тупо валим. Сдаем свои задания и там уже все это дело посмотрим. Да. Ну, отойди-то, охранник, йоколмана. Сам не идешь никуда и мне не даешь пройти. Так, Одар, что насчет награды? Внимательно слушаю. Да, вот это вот задание мы сдаем. Отличная работа. Как договаривались, твое вознаграждение. 455 монеток. Не густо, но хотя бы, хотя бы сколько-то. До скорого. Сейчас я бы еще хотел, знаешь, что сделать? прежде чем, так скажем, завершать все это дело. Этот небольшой обзорчик. Кстати, торгаш почему-то так и не появился. Я хочу купить свитки, свитки распознания. Но они явно не здесь. Но здесь можно тупо починить крестьянские виллы. Или сначала распознаем. Ух ты, блин, сложный вопрос. Сложный вопрос. Ну, давай мы, наверное, сначала распознаем вещи, а потом свитки, по-моему, были у травника, я видел там. И вот у этого торгаша должно быть, которого мы спасли, но почему-то он еще пока не подрулил. Может, все-таки в новую засаду угодил. Хрен его знает, дурака такого. И чтоб с нами идти. Так, свиток, снятия чар нет. Свиток определения, вот, он нам нужен. Правда, жаль, что один. Так. Что определим? Погодь, я их выкинул, наверное, да? Да, походу, просто выложил. Ну, давай, сбегаем. Сбегаем, заберем, конечно же. Я хочу распознать вот это копьецо, которое мы там подобрали, вот эти виллы какие-то, непонятно. А вот, стоит он. Ну-ка, есть у тебя еще один свиток, дай я чекну сразу. Десять раз не бегать. Ого, наемник. А, что ты там можешь предложить? Да, хорош трещать, дай мне что-нибудь уже. Так, посохи, стрельба. Тракта-то кинжалок меня не сильно интересует, а вот свиток определения вполне себе. Стиборога дороже продает, чем тот же травник, хотя мы занесут и его спасли. Свиток зачарования, хрена себе, 800. Прям дорого, а вот копье. Ну, не сильно лучше нашего. Я лучше куча, чтобы, предпочитаю, куча, чтобы бонусов всяких разных на нем было. На этом копьюшке. Ну, типа кровотечения, обездвиживания, то есть ты вроде как просто бьешь, а всякие полезные статусы навешиваешь. А ну давай по одному. Сначала тебя. Удобные крестьянские вилы. В сравнении с этим, это что? 23 колющего урона, но здесь то же самое. 25-10. 25-10. 5 кровотечения, шанс. Точность крит. Точность крит. Шанс критов. Слушай, а что здесь? А, ну здесь шанс неудачи, смотри, поменьше, да, вроде как? Или они просто поломаны поменьше? Ничего не понимаю. Короче, оно, того оно не стоило, чтобы вот это вот дело распознавать. Ну да, и здесь долбаные пальцы сама полтос стоит. Я на свиток только с ракету грохал. Короче, такое себе. Хотя могло и что-то действительно интересное прокнуть. Мало ли, как говорится, попытка не пытка, но братан, иди сюда. Скинем тебе все это добро. Я не знаю, я, наверное, простые крестьянские виллы оставлю. Эти удобные крестьянские не сильно-то. Ну, шанс неудачи есть у них дополнительный профит есть, минус 2. Ух. Затраты на умения. Все остальное вроде бы то же самое. Хорошо, фиг с ним. Продаем вот эти виллы. Вот эту булаву скину свое копьецо. Я бы тоже, наверное, продал. Так, это я одену и надо отремонтировать некие 311 на ремонт. Ну, ни хера себе. Господи, на что только не пойдешь. Что только не пойдешь. Вот только что задание выполнили, вроде бы все было хорошо и тут надо было вещи починить. мы опять нищеброды. Ладно, ребята, вот такой вот небольшой, так скажем, обзорчик был вообще этой игрушечки, ну и, собственно, копьеносцы, да, если хочешь увидеть какие-нибудь стримчики или ничего-нибудь типа того, прохождение, может быть, какой-то по этой игре. Ну, хотя эту игру все-таки, скорее всего, на стримах интереснее. Здесь нужно реально долго, если ты действительно хочешь получить от нее удовольствие, нужно ее действительно будет проходить именно что, наверное, на стримах. Потому что здесь долго, основательно все, так сказать, с умом, с расстановочкой. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, пишем, конечно же, комментарии, ребятки. Всем пока-пока.